Приветствую, уважаемые коллеги, это аналитика валютных рынков от компании Тикмилы, с именем я Артур Изятуллин. Ну что ж, началась новая торговая неделя и на этой неделе нас ждет очень много интересных событий. Это и выступления центральных банков, ФРС, Банка Англии, Банка Японии и множество экономических отчетов, в том числе розничные продажи по США и индекс потребительских настроений в США. Все они способны оказать большое влияние на американские валюты, на фондовые рынки. И мы сегодня обсуждаем, что же ждать от этих событий в плане влияния на рыночные активы. Заседание ФРС, которое у нас пройдет в среду, на нем не ожидается, что ФРС будет как-то менять параметры политики, будет как-то трогать процентную ставку, либо изменять что-то по программе количественного смягчения. У нас уже есть факт перехода ФРС на новую концепцию таргетирования инфляции, таргетирование средней за какой-то период инфляции. И рынок учел уже эту информацию, но вот все равно у нас есть заседание и сохраняется некоторая интрига по следующим пунктам, моментам заседания. Во-первых, это операционные детали новой концепции, то есть понятно, что ФРС будет по-новому таргетировать инфляцию, но непонятны такие детали, как что можно считать в период, в течение которого будет рассматриваться инфляция, затем вычисляться среднее значение. На выступлении в Джексон Хоу у нас Павел был достаточно скуп на подробности, ну это как бы соответствовало формату данной встречи, данного мероприятия, где говорят очень пространно и в общем чертах монетарной политики. Поэтому Павел, естественно, оставил детали новой концепции для заседаний по монетарной политике. Инвесторы, естественно, будут искать намеки, намеки на вот эти временные лимиты низких ставок, когда же у нас, сколько должно пройти времени, чтобы повышенная инфляция заставила ФРС убедиться в том, что инфляция задержится на 2% диапазоне, на комфортном уровне. И вот этот временной лимит, намеки на этот временной лимит, к ним рынок будет очень чувствителен. И я ожидаю, что эти подробности, они возникнут на заседании ФРС. Возможно, также будет обсуждаться привязка низких ставок, длительности низких ставок к какому-то экономическому исходу, например, достижению безработицы до уровня, скажем, в 2%. То есть, когда у нас безработица достигает этого уровня, ФРС начинает цикл нормализации ставок. Вот к этим подробностям, к этим деталям рынок будет чувствителен. Мы, конечно, также будем следить за тем, что скажет ФРС. И вот эти ориентиры, надеюсь, помогут вам при анализе заседания того, что сказал ФРС, понимать, куда будет дальше двигаться рынок. Вот какое он направление выберет. Значит, второй момент по заседанию ФРС. ФРС – это ожидание регулятора по инфляции, по ВП и по будущей траектории ставок. Причем заседание конкретно по каждому участнику комитета. Значит, существует такое понятие, как dotplot – график мнения. Это как раз-таки график, на котором мы задержаны точками мнения участников относительно того, как будет выглядеть инфляция, как будут выглядеть ВВП и ставки через год и через два. Так вот, напомню вам, что у нас на прошлом заседании всего лишь 2 из 17 участников комитета высказались за то, чтобы повысить ставку, поднять ставку в 2022 году. 15 участников высказались за сохранение ставки на уровне нуля, получается, до конца 2022 года. По сути, это у нас экстремально просто медвежий уклон, уклон экстремальный в сторону смягчения политики. И хочу заметить, что он у нас отражал, прежде всего, повышенную неопределенность в прогнозах, ну, из-за того, что непонятно было, как вот ситуация с коронавирусом будет развиваться. Но в меньшей степени при этом он отражал слабость экономики. Это нужно вот понимать, что неопределенность в прогнозах заставляла быть участников комитета довольно предсказывать, предполагать, что ставки будут оставаться именно на низком, но не слабость экономики. Сейчас, будем так говорить, пыль заметно увлеклась, более понятно становится, чего ждать от экономики, от ее восстановления. И, на мой взгляд, обновленный потенциал, обновленный график мнений вот этот, он имеет потенциал у нас притормозить ослабление доллара. В среду и в пятницу в экономическом календаре у нас ждут, нас ждут данные по розничным продажам, я напомню, это критически важный отчет по американской экономике, решающий, я бы сказал. И потребительская уверенность, этот индекс у нас обновится в пятницу, будет он показывать в августе, что у нас произошло с потребителями, с их настроениями. Я склоняюсь к тому, что отчет по розничным продажам, он будет иметь эффект, который похож на эффект. Non-farm payrolls, также у нас сильный отчет, достаточно сильный отчет. И укрепление розничных продаж, хорошие розничные продажи за август, они у нас, на мой взгляд, могут фондовые рынки, рисковые активы двинуть ниже. Почему? Потому что Конгрессу это позволит дальше торговаться по фискальной сделке, и дальше отсрачивать, получается, вот эту фискальную помощь экономике, переносить ее переговоры на время, которое будет идти после президентских выборов. Естественно, новость о том, что стимулирование откладывается, это негативный сигнал для рисковых активов, для акций. И как раз-таки сильные данные, сильные экономические данные у нас способствуют этому. С учетом таких вот ожиданий у нас сейчас растет вероятность, что индекс доллара, несмотря на сегодняшнюю очень слабую динамику вот здесь, он не будет спешить с прорывом каких-то важных уровней, вот внизу уровня 92.55 или даже ниже. Он не будет спешить это делать. То есть, скорее всего, после заседания ФРС, по итогам заседания ФРС, по итогам выхода розничных продаж, у нас, скорее всего, доллар продолжит оставаться в консолидации. Я склоняюсь к тому, что у нас произойдет тест уровня 93.45, вот здесь получается. После того, как вот здесь ослабление некоторое закончится, вот эта зона получается между уровнем 93 пункта и между последней минимум прошлой недели 92.75. Эта зона, возможно, у нас выглядит перспективной для поиска входов на длинные позиции. Как раз-таки можно дождаться у нас движения индекса в сторону 92.75 и уже затем рассматривать покупки. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, по заседанию ФРС, очень много у нас уже было учтено рынком в плане того, что ФРС активно снижает ставки, что он будет ставку держать на низком уровне длительное время. Все это уже было учтено. И поэтому, как бы парадоксально это ни казалось, когда все уже учтено, остается неучитанное что-то вот обратное, какой-то обычный сюрприз для доллара именно в обновленных, либо в обновленных прогнозах ФРС, либо в деталях по новому таргетированию инфляции. С индексом доллара, значит, мы разобрались. Теперь переходим к европейской валюте, к евро-доллару. Напомню вам, что на прошлой неделе у нас состоялось, получается, заседание ЕЦБ. Обошлось оно без ущерба для евро. Мы очень много обсуждали именно тот момент, что ЕЦБ должен волновать сильный евро, что он чрезмерно у нас укрепляется, что так как у нас есть экспортоориентированная страна, для нее важен дешевый евро, чтобы поддержать экспортный сектор. И ЕЦБ не может оставить без внимания чрезмерное укрепление евро. Напомню, что торговый курс евро у нас поднялся до 6-летнего максимума против, то есть валют основных партнеров. Так вот, неожиданно для всех ЕЦБ, напротив, достаточно дает сдержанный комментарий по укреплению евро. Да, заявляет, что действительно евро укрепляется, и ЕЦБ внимательно следит за этим, но пока что нет большого стимула, чтобы вмешиваться, чтобы делать какую-то интервенцию или как-то ослаблять евро. Во-вторых, очень большим сюрпризом стал пересмотр прогнозов по инфляции на 2020-2021 год вверх, то есть в сторону укрепления инфляции. Если ЦБ у нас ожидает укрепления инфляции, у него становится меньше стимулов, меньше поводов для того, чтобы смягчать монетарную политику, чтобы смягчать кредитные условия. Естественно, это всегда для национальной валюты достаточно стимул, это драйвер в пользу укрепления национальной валюты. Если ЦБ перестает смягчать политику, либо дает намек, что не будет смягчать политику, это всегда позитивно для национальной валюты. Поэтому пересмотр прогнозов по инфляции для евро также был позитивным сигналом. Но на этой неделе у нас заседание ЦБ, которое, будем так говорить, является контраргументом в пользу того, что евро не будет, не сможет прорвать у нас, получается, уровень 1.20 на этой неделе. Скорее всего, тренд, который у нас по евро был задан, начиная, получается, с сентября, эта коррекция, она, возможно, позволит рассмотреть движение, возможное движение пары евро-доллар вниз, с уровня 1.19, или, получается, чуть выше. Движение, которое продолжится вниз, в район 1.18, 1.17.60, это продолжение вот этой коррекции, после этой мини-коррекции, внутри вот этого тренда, который у нас был задан с начала сентября, этому также способствует и движение варисковых активов. Можно вспомнить, что с вот этой коррекцией по евро-доллару от уровня 1.20 у нас также происходила коррекция на фондовых рынках, и вот эта связь, получается, у нас есть. И пока у нас очевидных катализаторов движения на фондовых рынках вверх у нас нет, и поэтому вот эта коррекция вверх по паре евро-доллар, возможно, ее стоит рассматривать как удобный повод для того, чтобы зашортить, получается, пару. Удобным уровнем для этого выглядит уровень 1.19, получается. После того, как произойдет, если произойдет завершение коррекции вниз до уровня 1.17, 1.17, 1.60, а затем уже дальше можно рассматривать наш среднесрочный взгляд на пару евро-доллар, где она продолжает двигаться вверх к уровню 1.25. На этой неделе в связи с заседанием ФРС стоит притормозить, я бы так сказал, с рассмотрением покупок пары евро-доллар и, возможно, сыграть на небольшой медвежьей коррекции пары в сторону уровня 1.18, 1.17, 1.60, получается. По фунту стерлингу. Значит, с прошлой недели у нас шло здесь активное снижение, также по участию с сентября у нас это активное снижение происходит. Более активное получается у нас это снижение по сравнению с евро. Почему? Потому что растет вероятность у нас худшего сценария, я бы так сказал, бракоразводного процесса с ЕС. Сейчас у нас растет вероятность того, что выйдет в Великобританию из ЕС без сделки и на основании того, как сильно снижается пара, можно сделать вывод, что инвесторы действительно недооценивали этот исход. Также на этой неделе у нас обсуждается, парламент Великобритании обсуждает законопроект о внутреннем рынке, который сам по себе очень много таких протекционистских моментов содержит и, скорее всего, заголовки, связанные с обсуждением этого проекта или каких-то результатов, связанных с этим проектом, они будут негативны в контексте сделки Brexit, потому что любая защита внутреннего рынка в Великобритании это, естественно, удар по двусторонним торговым отношениям с бывшим, будем так уже говорить, бывшим торговым партнером. Поэтому любые подробности по данному заседанию, по обсуждению этого законопроекта, они способны, скорее всего, усилить давление на фунт, в том числе против евро, против европейской валюты, поэтому движение пары вниз, нисходящее движение, начиная с сентября, у нас остается еще актуальным, и поэтому, возможно, стоит рассматривать у нас продажи фунта доллара, возможно, стоит, эта сделка, скорее всего, будет даже более актуальной, более перспективной, чем шорт евро-доллара, почему? Потому что у нас есть вот этот уникальный фактор давления на фунт, это как раз-таки Brexit, да? Вот, поэтому движение пары вверх, выше уровня 1.2880, ближе к трендовой линии, да, которая у нас здесь проходит, может рассматриваться как возможность продать, получается, фунт против доллара, конечно, хочется увидеть вот этот тест, да, уровня трендовой линии на уровне 1.2950, но я думаю, выход пары выше уровня 1.29, получается, может также послужить хорошей возможностью продолжить делать ставку на давление на фунт, да, в паре, получается, фунт-доллар. По паре евро-фунт, соответственно, также ожидается рост пары, да, в сторону 0.90, в сторону уровня 0.96-0.9650. Вот, это всё, о чём я вам сегодня хотел рассказать. Если у вас какие-то остались вопросы или есть комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте в профит. Субтитры сделал DimaTorzok